В общем, здесь хочу показать, наверное, такое основное движение, которое я использую в своей работе. Оно называется мягкое касание. Это когда ты наносишь какой-то красочный мазок, и далее хочется немножко, ну как будто бы, знаете, подснять данную область, чтобы она выглядела как красивое воздушное облачко. И нужно сказать, что в своей основной работе, когда я рисую уже полноценные сюжеты, у меня в руке две таких кисточки, то есть одна у меня всегда с красочным слоем, ну а второй я всегда стараюсь как-то подразмыть нижний вот этот вот слой, чтобы касание было мягким, деликатным и интересным. И еще хочу тоже такой интересный момент показать. Тут, кстати, впечатлительных художников просьба отвернуться от экранов, как говорится. Прежде чем вообще рекомендовать какие-то кисти или испытывать их непосредственно в акварельных сюжетах, я их проверяю на краш-тест. И вот зачастую мне хочется сделать какие-то интересные фактурные элементы, используя абсолютно, ну, варварски на самом деле кисть. Но посмотрите, я с достаточно большим нажимом работаю с кистью, и никаких варсинок здесь у меня не осталось. И при этом кисточку я заново смачиваю, и посмотрите, она обретает свое обычное вот это вот состояние с острым кончиком, нигде варс у нас не пошел в разные стороны, и выглядит она просто великолепно. И повторюсь, эта кисточка я работаю вот в своих каких-то сюжетах, она не новая, и выглядит она просто замечательно. Ну, в целом, вот данную кисть я рекомендую именно как базовый какой-то элемент, она очень управляема, то есть ей можно делать какие-то, посмотрите, тоненькие-тоненькие линии, а можно полностью опустить брюшко кисти и уже испытывать и использовать весь потенциал этой красавицы, потому что она достаточно хорошо задерживает в себе и пигмент, и при этом она чуть более упруга, чем обычная классическая белка, и она дает больше управляемости. Поэтому, если вы боитесь вот этой вот безумной текучести акварели, то вот такой вариант, он отлично подходит, тем более он очень здорово напоминает классическую белку, но с небольшими бонусами. Если есть какие-то бонусы, мы их берем.